Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики. Нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, зелёную энергетику, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам главы государства, впервые выставка «Нефть и газ Каспия» была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. Так сегодня Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. Сегодня азербайджанский газ получают 8 стран. Азербайджан зарекомендовал себя как надёжный партнёр в поставках газа во многие страны. На очередном заседании консультативного совета по Южному газовому коридору, состоявшемся несколько месяцев назад, Европейская комиссия назвала Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. И это действительно так. Шесть из восьми стран, которые получают азербайджанский газ, это европейские страны. И география наших поставок, безусловно, будет расширяться. Проект «Шах Денис» позволил устранить дефицит газа в Азербайджане. Учитывая факт увеличения экспорта газа из страны, в этом году поставка азербайджанского газа превосит 24 миллиарда кубометров, заявил президент. Таким образом, Азербайджан уже зарекомендовал себя как надёжный партнёр в вопросах газоснабжения. И хотя нефтегазовая промышленность в стране преобладает, современные вызовы стимулируют поиск альтернативных источников энергии. Так, к концу 2027 года Азербайджан получит 2 гигаватта возобновляемых энергоресурсов, и это лишь начало. По словам президента Альхама Лива, освобождённые Карабахский и Восточно-Зангизурские регионы обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом. Освобождённые территории Карабаха и Восточного Зангизура обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом. С тех пор, как эти территории были освобождены в ноябре 2020 года, мы уже ввели в эксплуатацию несколько гидроэлектростанций суммарной мощностью 270 мегаватт. В течение трёх-пяти лет эта цифра достигнет 500 мегаватт. Таким образом, 1 гигаватт возобновляемых энергоресурсов сэкономит нам примерно 500 миллионов кубометров природного газа, в котором рынок нуждается и будет нуждаться. Как страна-организатор Куб-29 Азербайджан хорошо осознаёт преимущества и трудности, связанные с ответственной задачей, подчеркнул также глава государства. Сегодня страна также ощущает влияние климатических изменений. Уровень Каспийского моря с каждым годом снижается. Баку намерен сделать всевозможное, чтобы построить новые плотины и коллекторы. Кроме того, Азербайджан активно работает и с малыми островными развивающимися государствами, и планирует создать специальный фонд для их поддержки. Как указал президент Ильхам Алиев, если климатические изменения являются проблемой в Азербайджане, то они представляют угрозу существованию этих островных государств. В настоящее время мы активно работаем с малыми островными развивающимися государствами, и планируем создать специальный фонд для их поддержки. Потому что если в Азербайджане изменение климата является проблемой малых островных развивающихся государств, это угроза их существованию. Поэтому мы пытаемся демонстрировать максимальный уровень ответственности, и в то же время навести мосты между различными частями международного сообщества. Думаю, что если нам удастся этого добиться, то одним из самых важных итогов КОВ-29, помимо финансирования, будет отказ от взаимных обвинений в происходящем. Нам нужно объединить наши усилия, отбросить все эти претензии и сосредоточиться на повестке дня, которая поможет нам жить на этой планете не только для нас, но и для наших детей и внуков. Все соглашения, подписанные за последние 30 лет, полностью реализованы, ратифицированы парламентом и приобрели силу закона. И именно поэтому можно наблюдать ещё одно бурное развитие – зелёной энергетики и производство возобновляемых энергоресурсов, добавил азербайджанский лидер. Субтитры создавал DimaTorzok